Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и это третье видео из недели страшных историй. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему домовых, это астральная сущность, которая присутствует в каждой квартире, в каждом доме, может творить либо какие-то гадости, либо наоборот помогать вам в хозяйстве. Также поделюсь с вами историей, которую давным-давно рассказала мне моя бабушка, мама моего папы. История показалась мне очень трэшовой, и на съемку этого видео, конкретно на тему домовых, меня подтолкнул мой друг Даня Комков. Он поделился со мной странными фотографиями необычных следов в его доме. Фотографии я сейчас прикрепляю, вы их видите на своих экранах. Эти следы выглядели безумно странно. Прямо сейчас вы видите их по отдельности вообще, что это такое. Следы чем-то похожие на руку, но там недостаточно пальцев, потому что если бы это была рука, там бы их насчитывалось хотя бы пять. Следы достаточно большие, и вели они в очень странную комнатку. Не знаю, что там находится у Дани, но он живет в двухэтажном доме. И записал мне вот такое вот видео. Я так посмотрел, а вот эти вот следы ведут, знаешь, куда? Вот сюда. И дверь сегодня с утра была вот так вот приоткрыта. Да, чтобы вы понимали, эти следы вели именно в эту небольшую дверцу под лестницей, где, наверное, лежали всякие вещи для уборки. И когда он спросил у меня, Карин, как ты думаешь, что это, на полном серьезе я ему сказала, что у меня тоже в жизни были подобные ситуации. И скорее это следы домового. Как я уже сказала, поделюсь с вами историей своей бабушки, которая показалась мне очень-очень стрёмной. И с самого детства, да, я верю в домовых. Они существуют, они могут либо помогать, либо как-то вредить вам. Могут не воспринимать гостей, или же наоборот любить их, но не любить вас. Это видео обещает быть очень интересным, поэтому присаживайтесь поудобнее. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Ищи в этом видео третью буковку. В каждом ролике со страшной историей в этой неделе я прячу по одной букве, и ваша цель собрать из этих букв единое слово, досмотрев всю неделю страшных историй, и отправить мне в директ в инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подписывайтесь, совсем скоро там стукнет полтора миллиона подписчиков, если уже не стукнуло. Я планирую строить офигенский конкурс, но об этом поговорим попозже. Вы получите суперские призы, если соберете слово и скинете его в директ. Я вам желаю приятного просмотра. История от моей бабушки. Мы можем начинать. Поехали. Перед тем, как начну, скажу, что если у вас в семье присутствуют ссоры, недопонимания, перемещаются вещи без причины, если у вас есть кошка, и она постоянно пялится в стену, или как-то шипит, реагирует на пустое место, вам повод задуматься о том, что у вас есть домовой. Под конец ролика я вам расскажу, что делать в том случае, если вы уже уверены, что он у вас есть. Ну и начну я, пожалуй, эту историю с того, что у моей бабушки есть и была очень близкая подруга, которую, по-моему, звали Валя. Имя тут не важно, и оно будет очень редко фигурировать, потому что ролик совсем не о подруге бабушки. Они очень часто раньше созванивались по телефону, очень часто разговаривали, да и дедушка уехал по работе. Муж моей бабушки куда-то примерно на несколько дней бабушка не могла сидеть очень долго дома. Моя двоюродная сестра, ее внучка Роксана в Израиле, я в Москве, а бабушка в Челябинске. Поэтому ее подруга Валя позвала ее на ночевку и предупредила, что в доме иногда могут происходить странные вещи. Бабушка спросила, почему, как понять странные вещи, кто-то помимо тебя еще живет в квартире? Валя, немного промолчав, ответила, да. Сказала, что у нее дома живет домовой, а бабушка как-то, ну, не сильно всерьез подходила к этому. И поэтому немножечко посмеялась и сказала, хорошо. Я клянусь, ребят, я сейчас так напугалась, потому что мне показалось, что кто-то выглядывает из-за кровати. Я вам точно говорю, это уже как-то, ну, не очень смешно. Итак, поехали дальше. Моя бабушка, немного собрав вещи, договорившись с Валей, что они будут делать, чем будут заниматься, отправилась к ней. Жила она не очень далеко, несколько остановок. Моя бабушка ездила, по-моему, на автобусе или на трамвае. Взяла небольшую сумочку и отправилась к своей подруге. Сразу приступлю к делу. В принципе, потому что до этого ничего такого интересного не происходило. Бабушка спокойно собиралась. Валя ее ждала. Они собирались там, я не знаю, то ли вместе что-то связать, то ли о чем-то поговорить, попить чай. И с подругой бабушки Валей я очень часто виделась в саду. У них соседние участки небольшие. У бабушки такой небольшой домик и бани. И у Вали как раз-таки пройдя несколько домов, тоже очень красивые дома. Я, когда была маленькая, очень любила ночевать у бабушки. Ездила к ней в сад. Не на дачу, а именно сад. Я это называла садом. Мы с ней садили вместе всякие цветочки. Я складывала ведро огурчики, которые у нее росли. Там, я не знаю, яблоки. И все это настолько интересно и необычно. Я очень скучаю по этим временам. Но они встретились, так как время была зима. В принципе, в саду делать нечего. Они решили встретиться дома у Вали. Она заранее предупредила, как я уже сказала, о том, что может происходить какой-то трэш. Приедя в гости к Вале, поднявшись на шестой этаж. Кстати, бабушка была впервые в гостях у Вали. И Вали ее предупредила, что чтобы подняться на шестой этаж, нужно нажать на кнопку под номером 3. И лифт приедет на шестой этаж. То есть, я не знаю, какой-то ведьмин дом. И серьезно, бабушка очень удивилась. Как бы нажимаешь на одну кнопку, лифт странный. И он приезжает на другой этаж. Ну, упустим эту тему. Я просто решила об этом рассказать, потому что это тоже странно. И бабушка вот недавно рассказала мне эту историю. Придя домой к Вале, она открывает дверь. И бабушка сразу почуяла необычную атмосферу. То есть, она была вроде приятная, вроде неприятная. То ли бабушка порой чувствовала какую-то тревогу. То ли наоборот, ей было как-то хорошо. Но она чувствовала, что кто-то как будто бы помимо Вали наблюдает за ней. Возможно, это связано с тем, что Валя предупредила, что дома есть домовой. И это домовому не понравилось, потому что, ну как бы, это не очень круто, когда гость сразу говорит о том, что он присутствует. И домовой очень редко может показываться. Но слушайте дальше вообще, что произошло. Это какой-то капец. Бабушка, разговаривая с Валей, обращает внимание на то, что... Боже мой, я напугалась. Опять. Обращает внимание на то, что у нее есть в квартире небольшой коридор и комната с левой стороны. То есть, куда нужно пройти. И там, скорее всего, ну по обстановке бабушка поняла, что там кухня. Не поставив вещи, вообще ничего, она поняла, что какое-то странное существо буквально на долю секунды вот так вот выглянуло и резко обратно спряталось за этот угол. Бабушка напугалась. Она до безумия напугалась. И она сказала, что это было. На что Валя сказала, не обращай внимания, у меня дома домовой, он бывает плохой, бывает злой, если что-то произойдет, я тебя предупреждала. Бабушка уже, я вам клянусь, передумала как бы оставаться у нее на ночь, уже начала задумываться о том, чтобы нахер уже свалить или чтобы они посидели в другом месте, карантина не было. И она очень напугалась, потому что вот прям на чуть-чуть, на долю секунды она увидела странное большое существо. Вот буквально вот так усенькое тело выглянуло вот так вот на долю секунды, ну как бы часть от тела. А вот столечко немного сам по себе. Домовой был большой, выскочил только вот так вот один глаз, не знаю, как объяснить. Бабушка напугалась, но очень быстро об этом забыла, потому что атмосфера в доме была, ну, такая странная, что даже если ты напугаешься, тебе не будет особо страшно, понимаете? Вот, и они сели пить чай. В принципе, ничего не происходило. Как бы разговаривали, общались, да, как-то пили чай, пытались что-то связать, нашли быстро общий язык именно дома, как бы, ну, подцепили тему, о которой они говорят. У меня очень часто просто бывает такое, когда меня какая-то подруга зовет в гости, а я просто не знаю, о чем с ней поговорить, и нам обоим становится неловко. У моей бабушки Марины и Вали такого не было, они просто сидели, разговаривали, все было окей. И тут ни с того ни с сего, моя бабушка Марина просто слышит, что в соседней комнате что-то резко упало. Упало с сильным грохотом, и она сразу, не сильно обратив на это внимание, спрашивает у Вали, там что-то у тебя упало? Валя говорит, ничего страшного, именно в этой комнате всегда домовой любит побаловаться. Бабушка уже такая, типа, блин, а расскажи о нем, как бы, я не понимаю, что происходит, почему ты меня так предупредила мельком, хотя понятно, что происходят странные вещи у тебя в квартире. Валя говорит, да нечего рассказывать, как бы, домовой не любит, когда они о нем, типа, часто говорят. Бабушка очень сильно напугалась и сказала, слушай, я, наверное, у тебя ночевать сегодня не буду. Валя сказала, да нет, нет, ты чего, он тебе никакого вреда не принесет, все хорошо, домовой следит за домом и просто не сильно любит, когда присутствуют гости у меня в квартире, он их не уважает. А когда я дома, он бывает иногда балуется, но я ему наливаю молочка, и он сразу успокаивается, кладу в угол. Бабушка моя как бы слышала много информации про домовых, но как бы не верила, что она окажется именно в этой ситуации, придет к подруге и будут происходить такие странные вещи. Они решили дойти до комнаты, где, в принципе, упало что-то тяжелое. Валя поняла, что это просто упал с полочки утюг. Утюг не горячий, просто упал, как бы, и немножечко проделал яму в полу, прям такую маленькую, от угла, от переда, потому что утюг именно низом, вот так, как ракета, падал вниз. Бабушка напугалась и постоянно оборачивалась, потому что думала, что вот-вот увидит то самое существо. Буквально через час, поговорив на эту тему, как бы бабушка успокоилась, ничего странного не происходило. Как бы она верила в сверхъестественные силы и понимала, что такое возможно, и что, в принципе, с ней ничего не случится, тем более ее подруга рядом. Но не тут-то было, как бы до самого-самого позднего вечера никакого шума не было, домовой не давал о себе знать. Валя ничего про него не говорила, потому что понимала, что когда о нем заходит речь, резко начинают происходить какие-то странные вещи в квартире. Ну и поэтому, как бы бабушка только под вечер вспомнила о том, что есть домовой, он не давал о себе знать. Произошла только одна единственная очень странная вещь, о которой я вам забыла сказать, вот как раз-таки под вечер. Бабушка смотрит на свои часы и видит, что там, ну, 4 часа дня, а у нее часы, ну, как бы на телефоне время показывало всегда правильное. Она смотрит на часы над дверью, которые в гостях у Вали находились, как бы, ну, обычные круглые, и видит там правильное время, и спрашивает у Вали, типа, ну, как так, у меня поменялось время на телефоне, почему так произошло? Валя говорит, ну, не знаю, возможно, телефон тупит, ну, как-то глючит, я не знаю, но они там как-то по своему бабушкиному языку разговаривали, я так, ну, на подростковом пытаюсь вам донести. Но мне казалось, что Валя все-таки догадывалась о том, что дело тут далеко не в том, что глючил телефон, что это проделки домового. Ну, и тут начинается самое-самое странное, из-за чего я, в принципе, решила снять это видео, мои дорогие. Бабушка легла на полу, постелила себе какой-то небольшой матрас и легла рядом с кроватью. Они находились в двухкомнатной квартире, где была всего спальня, и бабушке было нормально спать на полу, она как бы, ну, не придавала этому никакого значения, легла она как раз-таки около входа. Знаете, не было двери в квартире, и просто был вот такой вот холл, вот такая вот рамка, через которую можно было выйти, зайти, да, то есть, ну, комната, не комната. Для того, чтобы войти в эту комнату, не нужно было открывать дверь, да, ну, я надеюсь, я понятно объясняю. И все, они уже собирались ложиться спать, попили черного чаю, хотя чай перед сном, ну, желательно не пить, а моя бабушка очень любит черный чай, кладет туда все время по пять, по шесть ложек сахара. Если бы мне такой чай подсунули, я бы его попробовала, я бы не знаю, я бы с ума сошла, потому что я сейчас вообще отказалась от сахара, вот, и от каких-либо сладостей. Ну, и приступим, соответственно, к самому необычному и мистическому. Бабушка уснула, но уснуть она не могла примерно полчаса, да, чувствовала, что кто-то давит, как будто бы на ее грудную клетку, она лежит на спине, на боку бабушка не особо любит спать, да, она сама по себе телосложение такого, что на боку спать неудобно, да и грудь у моей бабушки очень большая, вот. И она не могла уснуть и говорит Вале, она говорит, Валь, ты спишь? Она говорит, нет, типа, ты меня, если что, не разбудила, она говорит, слушай, мне кто-то давит очень сильно на грудную клетку, она говорит, а ты скажи домовой, я тебе зла не желаю, дай мне поспать спокойно. И когда бабушка произнесла эти слова, послушав Валю, она поняла, что, в принципе, на время давка на грудную клетку прекратилась, но спустя время, когда бабушка уснула, она чувствовала, что кто-то давит на ее грудную клетку, но не могла проснуться. Это чем-то похоже, я не знаю, на сонный паралич, когда ты лежишь в сознании, но не можешь открыть глаза, не можешь пошевелить руками, и бабушке приснился очень странный сон. Она лежала как раз-таки ногами к дверному проходу без двери, и ей приснилась такая, значит, ситуация, будто она лежит в сознании, но она спала, и она видит этого домового, который просто выходит и стоит около этого дверного проема, и просто смотрит на нее. Ни слова не говорит, ничего не произносит, бабушка резко просыпается от того, что ей, ну, просто становится некомфортно. Уже было время 6 утра, а ей показалось, что она вот-вот уснула, прошло 2 минуты, это был какой-то мельчайший сон, и она просыпается уже 6 утра. Валя не спит и говорит, ты что? Она говорит, мне приснился ужасный сон. Валя вот так выходит, смотрит на нее, говорит, капец, посмотри в зеркало. Моя бабушка подходит к зеркалу, встает, ей не по себе, кто-то давил всю ночь на ее грудную клетку, ей приснился этот ужасный сон. Она подходит к зеркалу и видит, что все ее волосы, просто все ее волосы в ужасных лохмотьях, они все запутаны, они все с какой-то маленькой косичкой, что-то запутано, что-то распутано. Волосы были похожи, просто я не знаю, как будто бы она живет на улице уже несколько месяцев и никогда в жизни их не расчесывала. А моей бабушке вот такая вот достаточно пышная шевелюра, и волосы у нее сами по себе очень часто путались, чтобы вы понимали, а это были 100% проделки домового. Она проснулась в этих лохмотьях, и некоторые просто вот запутанные волосы она так и не смогла распутать, ей пришлось очень коротко стричься в парикмахерской. Домовой не причинил ей никакого зла, возможно, хотел как-то познакомиться, но бабушка его впервые увидела. Она задала вопрос Вале, она говорит, ты когда-нибудь видела этого домового? Она говорит, да, он мне часто во сне снится. Она говорит, вот, он мне тоже приснился, только он выглядел и смотрел на меня далеко не добрым взглядом. Она говорит, это нормально, я объясню домовому, что ты не желаешь ему никакого зла, мне тоже, и когда ты придешь ко мне в следующий раз, все будет хорошо. Но бабушка, поверьте мне, не была готова в следующий раз уже приходить к Вале. Как-то со временем прошел год, они прекратили общение, прекратили созваниваться. Могут там, я не знаю, раз в полгода, привет, как там у тебя дела, но общего языка они как-то не находят и очень часто ссорились. Возможно, причиной их ссоры послужил домовой, но я не знаю, они бывают разные. Зеленые, белые, красные, ну в смысле добрые, злые. И когда моя бабушка поделилась со мной этой историей, я была действительно в восторге. До последнего не могла поверить, но судя по лицу бабушки, мы разговаривали по фейстайму, у нее наконец-то появился сенсорный телефон. Она была, ну, далеко не веселая, и ее эта история очень сильно насторожила. С этих пор моя бабушка каждый день кладет немного молочка, конфеток в миску и говорит, домовой, это тебе, не держи на меня зла. У всех из нас в квартире есть домовой, я уверена, повторюсь в сотый раз, они бывают либо добрые, либо злые. Твою мать, я вам клянусь, вот мне то ли показалось, то ли нет, сейчас кто-то очень резко пробежал из одного угла в другой. Дядь. Лагер. Погодите. Ребят, я продолжаю, немного успокоилась, попила чай. Что-то как-то давайте я уже побыстрее завершу, потому что рассказывая о домовых, мне что-то кажется, что как будто кто-то рядом вот прям сидит как будто бы со мной и меня слушает. А я одна дома, мне как бы некомфортно, пожалуйста, давайте. У меня аж мурашки по коже, офигеть. Так вот, закончив историю про бабушку, я хочу вам сказать, что делать, если вы все-таки чувствуете, что домовой у вас дома есть. Я не спорю, я нашла это в интернете, но хочу вам еще раз прочитать эти все правила, чтобы вы понимали, что делать, если вы чувствуете, что домовой есть. Первое правило, никогда не смейтесь над домовым и его хозяевами. Не показывайте, что вы не верите в домовых, а если верите, то старайтесь его не бояться. Страх может стать у домового оружием против вас и вашей семьи, то есть никогда не смейтесь и не показывайте виду, что вы не верите. Нужно всегда верить, потому что, ну, жизнь, она не обычная штука, и как бы домовые, они действительно существуют. Второе правило, если происходит что-то нестандартное, разбивается посуда, теряются вещи, неожиданно ломается новая сантехника и прочие вещи, то вы должны, сосредоточившись над домовым, представить себе его образно, попросить его помочь разобрать ту проблему, которая у вас возникла, как будто бы разговаривать с ним. При вашем искреннем запросе он обязательно исполнит вашу просьбу и наладит ситуацию. Ну и последнее, третье правило. Содержите жилье в том порядке, которое, по вашим ощущениям, созвучно настроению и характеру домового. То есть, если домовой перемещает ваши вещи, и вы понимаете, что вещь лежала на столе, а оказалась в туалете, значит, оставьте эту вещь в туалете, и пускай она будет там. Естественно, не чайник и не фрукты, овощи, да? Но просто там по мелочам, под образ домового подстройте порядок в вашей квартире. Перемещаться вещи не могут так, что у вас что-то окажется там, я не знаю, на полу, хотя и такое возможно, но лучше подстроиться и сделать чуть-чуть небольшой беспорядок, чем держать в порядке, если это не устраивает домового, и вы отчетливо знаете, и слышите какие-то звуки, и чувствуете его присутствие. Понять это все просто. Просто вспомните моменты, когда у вас все было отлично, и постарайтесь содержать такой же порядок, который был в то время у вас. Попробуйте придерживаться этой техники, и я уверена, что у вас все будет хорошо. Пишите ваши истории мне в инстаграм. Мне будет очень интересно прочитать все ваши мистические истории, и пишите в комментариях, что вы думаете насчет истории с бабушкой. Верите ли вы в домовых? Происходили ли у вас в квартире какие-то странности? Давайте добьем наконец-то полтора миллиона подписчиков у меня в инстаграме. В этом видео тоже была спрятана буква. Обязательно ее найди, посмотри всю неделю страшных историй, собери слово из спрятанных букв и отправь меня в директ в инстаграме. Ну а с вами была Карина, я вас безумно сильно люблю и желаю только здоровья, счастья. Подружитесь с домовым и никогда не желайте ему зла, и тогда у вас все будет хорошо. Мистическое видео подошло к концу, и совсем скоро выйдет четвертый ролик, где я буду не одна. Ждите уже завтра на моем канале в 13.00 по московскому времени. Ну и с вами была Карина, жду ваших комментариев насчет этой истории, насчет домовых. Всем пока-пока, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok